За прошедшие выходные на водоемах области утонули два человека. В избежании трагедии в Мурме ежедневно проходит патрулирование водных объектов. Вместе с сотрудниками МЧС, представителями администрации округа и правоохранительных органов, в рейд вышла и наша съемочная группа. Пара отпусков, каникул и отдыха. Знойным днем, когда на термометре выше 30, лучше всего отдыхается у воды. Неудивительно, что участникам рейда не составило большого труда застать резвящихся в воде детей и подростков. Несмотря на то, что здесь находится знак купания запрещено, все они, конечно, плескались в воде. Без взрослых при этом. Как оказалось, на запрещающей надписи желающие охладиться обращают внимание редко. Плановое патрулирование требует прежде всего разъяснительной работы. Вот мы здесь с подростками, которые здесь купались, провели профилактическую беседу. Попытались им объяснить, что ребята здесь небезопасно купаться, раздали памятки о том, как вести себя правильно на воде. Но на вопрос, где у нас можно купаться в городе, не все они знали ответ. Напомним, неделю назад одного из ныряльщиков в пруду в микрорайоне Вербовский пришлось даже спасать сотрудникам МЧС. Загорать у прохладного водоема не запретишь, а вот от купания вместе с глубоким и непроверенным дном нужно предостеречь. Работа плановая и оттого не менее ответственная. Немаловажным стала бы помощь родителей. Была проведена беседа о том, чтобы дети говорили своими родителями, сообщали о том, где они находятся, в каком месте и с кем из друзей уходят купаться. Почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на водных объектах, можно избежать, соблюдая главное правило. Купаться только в разрешенных и оборудованных местах, дно которых проверено водолазами и где за отдыхающими наблюдают спасатели. Каким и является центральный пляж Мурома на набережной реки Аки. Елена Петрова, Руфин Мухамедьяров, новости Муром.